Бисмилляхи, вассалату, вассаламу аля Расулиллях. Сегодня у нас вопрос, можно ли соблюдать пост, не совершая молитву. Пост без совершения обязательной пятикратной молитвы не будет принят. Давайте посмотрим, что говорят об этом большие ученые. Хвала Аллаху! У человека, оставляющего молитву, не принимается никакое поклонение, ни выплата заката, ежегодного налога в пользу бедных, ни соблюдения поста, ни совершения паломничества. Хаджа. Передается от Бурайды, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «У того, кто оставит послеполуденную молитву, пропадут все его деяния». Хадис приводится у Аль-Бухари под номером 520. Выражение «пропадут все его деяния» означает «станут недействительными», «станут бесполезными для него». Этот хадис указывает, что поклонение у человека, оставляющего молитву, не будет принято, его деяние будет бесполезным и не примется Всевышним Аллахом. Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал по этому поводу, «Очевидно из хадиса, что людей, оставляющих молитву, можно разделить на две категории. Оставляющие молитву полностью, не совершающие ее совсем, и оставляющие определенную молитву в какой-либо день. В первом случае у них не будет приняты никакие деяния, а во втором – только дела этого дня. То есть полное неприятие поступков соответствует полному оставлению молитвы, и частичное – частичному оставлению молитвы». Шейха Ибн Аусаймина спросили о религиозно-правовом заключении в отношении поста человека, который не совершает молитву. На что он ответил, «Пост человека, не совершающего молитву, не будет верным и не будет принят, так как человек, оставивший молитву, стал неверующим». Всевышний Аллах сказал по этому поводу. «Но если они раскаются и станут совершать молитву и выплачивать закат, то они станут вашими братьями по вере». Сура Ат-Тауба, 11 аят. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Между человеком и неверием многобожием отказ от молитвы». Приводится у муслима под номером 82. И также он, мир ему и благословение, Аллах и сказал «Обязательное деяние между нами и ими – молитва. Тот, кто оставил ее, впал в неверие». Аль-Альбани в Сахи-Ат-Тирмезе сказал, что это достоверный хадис. И этого мнения придерживались многие сподвижники, если это вообще не было единодушным их мнением – иджма. Абдуллах ибн Шакик, да помилует его Аллах, который был одним из известных табиинов, сказал «Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, считали, что из всех актов поклонений только оставление молитвы является неверием». Поэтому, если человек, не совершающий молитву, будет соблюдать пост, то его пост не будет принят и не будет в нем пользы на суде Аллаха в день воскресенья. Мы скажем подобному человеку «Совершай молитву, а после соблюдай пост. Если же ты станешь соблюдать пост, но не будешь совершать молитву, то твой пост не будет принят, так как у неверующего поклонение не принимается». У постоянного комитета Аллахни Аддаима спросили о человеке, который соблюдает пост в месяц Рамадан и только в этот месяц совершает молитву. Но как только Рамадан заканчивается, он бросает ее. Будет ли принят его пост? Комитет ответил. «Молитва является одним из столпов ислама. Молитва – наиважнейший столб после двух свидетельств. Шахадатейн. Молитва обязательна для каждого человека. Человек, оставивший совершение молитвы из-за отрицания ее обязательности или из лени и попущения, становится неверующим. Люди, соблюдающие пост в Рамадан и совершающие молитву только в него, пытаются обмануть Аллаха, как несчастны такие люди, которые поклоняются Аллаху только в месяц Рамадан. Пост человека, оставляющего молитву в другие месяцы, кроме Рамадана, не будет действительным. Соответственно, наиболее верному мнению ученых подобные люди являются неверующими, совершающие большой вид неверия, даже если они не отрицают обязательность молитвы. Фетвы постоянного комитета. Аллаху алим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok